Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажу. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведу ее я, Олег Пека. Телефоны в студии 67212-93-9, 67213-93-9, если кто-то захочет пообщаться с нашим гостем. А сегодня в нашей студии переводчик англоязычной прозы и драматургии, лауреат премии «Мастер», член гильдии «Мастера литературного перевода», член клуба «Москва» завлит Аркадия театра Ольга Александровна Баршавера. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Очень рада у вас снова быть здесь. Сегодня мы поговорим и о театре, и о литературе. И я понимаю, что совсем скоро, вот очень приятно, наверное, приезжать на премьеры как раз-таки пьесы по вашему переводу. То есть это всегда какое-то, с одной стороны, наверное, волнительное чувство, потому что одно дело, это тоже ведь как соавтор, наверное, пьесы становятся переводчиками. Это как ребенка выпускаешь из рук в большой мир. Ну, да, конечно, соавтор, конечно. Иногда даже больше, чем соавтор. Ну, кстати, о соавторстве мы потом еще поговорим. А в переводе даже, когда вдвоем, насколько это вот такого рода. Может быть, несколько слов о ближайшей премьере, которая будет в театре Пушкина в Москве, и что это за пьеса, и, ну, вот несколько слов о тех актерах, которые заняты в этой постановке. Ну, во-первых, о пьесе. Пьеса идет к зрителю в среднем. Это мы с моим супереводчиком, с автором Таней Тульчинской уже проверили. В среднем 4-5 лет. Этой пьесе, а пьеса называется «Мадам Рубинштейн», и написал ее австралийский драматург Джон Миста, этой пьесе вот на русскоязычном пространстве посчастливилось, потому что мы ее перевели, я даже вчера, готовясь к нашей встрече, специально проверила. Стоит у меня дата файла финального – сентябрь 2017 года. То есть еще 5 лет не прошло. Через год после того, как мы ее сделали, была премьера в Вильнюсе, в русской драме в Вильнюсе, и спектакль идет до сих пор, и пользуется, насколько я понимаю, очень большим успехом. Поставила пьесу Раймонда с Банионис, и там играет главную роль Инга Машкарина. По-моему, в Ригу, кстати, привозили этот спектакль на гастроли, и тоже все вспоминают эту историю очень тепло. У нее очень хорошие партнеры. Вообще там всего 3 действующих лица в этой пьесе. Кто такая Хелена Рубинштейн? Это королева косметики. Это женщина, которая дала женщинам свободу выглядеть так, как они хотят выглядеть в любом возрасте. Чего только она для них не придумала. Ее первый косметический салон был открыт в самом начале 20 века. А вообще в этом году ей 150 лет. Она родилась в 1872 году. Если, конечно, не врут календари, и не врут паспорта, и не врут документы, потому что еврейская женщина, родившаяся в Кракове во второй половине 19 века, имела склонность, и родители ее имели склонность все эти документы, ну, как-то менять. Править, да. Это я знаю, ну, вплоть до того, что в моей семье бабушка тоже очень любила колдовать с датами. Фантастическая женщина Хелена Рубинштейн, абсолютно сама себя сделавшая, конечно, с, ну, очень непростым характером, очень. Второе действующее лицо ее – вечная конкурентка Элизабет Арден. Судя по всему, в реальной жизни они не встречались. Но у нас же все-таки пьеса, у нас художественное произведение, поэтому Джон Миста придумал, что они встречаются, что они разговаривают, что конкуренция их от этого только усиливается. И там, конечно, очень смешные диалоги. Третий персонаж – Патрико Хиггинс. Это человек, который был при Хелине Рубинштейн, весь, так сказать, хвост на излете ее жизни, он был ее личным секретарем. И, собственно, сюжетная коллизия, как он появляется в ее жизни, и как он с ней, так сказать, остается до последних дней. Вот три персонажа. – Всего три? – Всего три. В Вильнюсе, значит, кроме Инги, играла Александра Метельникова и Валентин Кролюковский. И они все блестяще играли. И это очень стильный, красивый спектакль. И я очень рада, что он до сих пор в репертуаре. Но дальше было еще две премьеры. Одна из них в России, в Екатеринбурге, на огромной сцене драматического театра, Свердловский драматический театр. Он до сих пор так называется в Екатеринбурге, Свердловский драматический театр. Но вообще они называются теперь уже условно «Уралдрама» обычно. прекрасная актриса Вероника Белковская, сильнейшая. И ее партнеры очень хорошие. Постановка интересная. Вообще эта пьеса, как любая, на самом деле, на мой взгляд, хорошая драматургия, хороша тем, что у нее будет много разных прочтений. Что они не будут друг на друга похожи. Никакие это не будут клоны. Для режиссера и актеров там очень большой, так сказать, пространства для разбега. Почти такое же огромное, как вот на сцене «Уралдрамы». А сцена там, ну, огромная. Там пять танков разъедется легко на сцене, но они не потерялись. Так все было выстроено, что даже вот, ну, там добавили двух персонажей, но дело не в этом. Это хорошая пьеса, спектакль. Они возят его, они его привозили на гастроли в разные места. Вот здесь поблизости они были, по-моему, в Калининграде, они были в Севастопе. Ну, в общем, они ездят. Они ездят достаточно много. Потом была премьера в Минске. Чудная совершенно, совершенно другой стилистики. Режиссер Владимир Ушаков, и он же играет вот эту единственную мужскую роль, главную роль Эвелина Сокура. Блестящая актриса, комедийная. То есть они сделали прямо такую комедию-буф. Они немножечко подубрали, так сказать, драматическую составляющую, но с комедией они справились блестяще. К сожалению, спектакль не очень долго жил, потому что, ну, известное событие в Минске. И театр просто этот закрылся, это частный театр, он закрылся, режиссер переехал в Киев. И сейчас он планирует, может быть, в Киеве возобновить, потому что, ну, все готово и ждет, да, спектакль. Сейчас, пока мы ждали премьеру московскую, вдруг, откуда ни возьмись, произошла премьера за Полярным кругом в Норильске. То есть в Норильске уже идет «Мадам Робинштейн». Вообще эта пьеса, конечно, чудная пьеса для бенефиса актрисы зрелого возраста. В последние годы нас с Таней, вот в силу того, что мы переводим, как-то уже стали называть специалистами геронтологии, но дело не в этом. Дело в том, что мы переводим хорошие пьесы. У нас нет принципа обязательно найти пьесу для бенефиса старого актера или актрисы. Мы любим хорошую драматургию, и если нам попадается вот такой материал, который может оценить большой мастер, мы просто счастливы. И вот, да, что еще у нас было? У нас было две читки в Москве. В Москве были две читки, в ресторане «Петрович», там блистала моя подруга Вера Бабичева. Это новая, ну, я вот для наших слушателей объясню, что это не рабочее какое-то мероприятие. Да-да-да, это не застольный период подготовки спектакля, а это так, ну, я это вообще называю читакль. То есть это гибрид читки и спектакля. И, конечно, у нас даже запись лежит на Ютьюбе, это можно посмотреть. Вера Бабичева, «Мадам Робинштейн», есть запись. Мне кажется, что это было очень здорово. То, что сейчас я еще просто не видела. Вот я здесь с вами в Риге, я пропустила премьеру-премьеру, она была 10-го, 11-го февраля. Но сейчас я, конечно, с трепетом еду, и 21-го я надеюсь быть на спектакле. И там, ну, Патрика там играют в очередь два молодых актера театра Пушкина, а Хелену Робинштейн играет Вера Валентиновна Алентова. И это ее бенефис к юбилею, потому что ровно 21-го числа, вот в тот день, когда я попаду в театр, ей исполняется 80 лет. Она не скрывает свой возраст, она в блестящей совершенно форме, чудный наш, так сказать, художник по костюмам, может быть, самый сильный, да, из всех, кто работает на театре, это Вита Севрякова, сделала ей кучу блестящих костюмов. И, как я сама слышала в одном из интервью, ее спросили, как вам вот в этих костюмах? Она сказала, а мне во всем хорошо. Мне естественно, мне хорошо. Элизабет Арден играет Ольга Науменко. Актриса Гоголь-центра. Ну, зрители и слушатели, может быть, ее помнят, «Ирония судьбы» или «С легким паром», она играла галочку, то есть невесту Мехкова. Да. Но мне очень интересно, как она сыграет, кстати. Мне кажется, что она типажно попадает в Элизабет Арден достаточно точно. В общем, я предвкушаю. Я ничего вам еще пока не могу сказать про эту премьеру, кроме того, что поставил это блестящий режиссер Евгений Писарев. Блестящий, потому что он, с одной стороны, современен, с другой стороны, он не чурается того, что вдруг случайно эту пьесу назвали бульварной пьесой. Я, конечно, совершенно уверена, что это хорошая, хорошая, качественная трагикомедия. Совершенно не бульварная, а тончайшая. Там такие прям нюансы есть. Но Писарев берет сложный в этом смысле материал. То есть материал на грани фола и делает из этого, я бы сказала, всегда зрелище. И это, конечно, очень подкупает. Это мало кто умеет делать. Вот так что я жду. Ну вот вы сказали, что там очень смешные диалоги, а ведь очень часто бывает, что диалоги строятся на какой-то игре слов, на каких-то очень культурных каких-то отсылках, которые, может быть, понятны представителям одной нации, а другой, ну как бы абсолютно другая культура. Вот как это все передается? Если какие-то обыгрываются, ну не знаю, поговорки, но могут быть отсылки ведь и к книгам, и к фильмам, и к каким-то культурным, ну каким-то вот явлениям. Ну вот на днях у нас будет конференция переводческая в библиотеке иностранной литературы в Москве. Я свое выступление назвала, если ты культурный код, расшифруй культурный код. Культурные коды есть всегда, и для переводчика это определенный серьезный вызов. Но с этой пьесой, надо сказать, вызов заключался в том, чтобы, ну я бы сказала, даже не переборщить, потому что автор играет на том, что Хелена Рубенштейн, и это действительно так, документированно, она всегда, всю жизнь говорила с акцентом. Она, ну уже не ребенком уехала, сначала в Австралию, потом она вернулась в Европу, потом она была в Америке, и она всегда говорила, конечно, с определенным еврейским акцентом. И, ну, понимаете как, он не выстроил, я имею в виду Джона Миста, он не выстроил какую-то фонетическую историю. А мы, в силу того, что у нас совершенно это понятная традиция, и типаж нам понятен, это, в общем, можно, конечно, сравнить с каким-нибудь одесским говором, да. То есть не обязательно нам было туда подбавлять какой-то фонетический аспект, потому что если мы построим фразу определенным образом, с определенным порядком слов, и еще добавим туда вот эти вот интересные ходы, которые мы, ну, поговорки, пословицы, которые она перевирала в большом количестве, это тоже есть у Джона Миста, но мы искали свое. То есть мы искали то, чем можно это заместить, потому что то, что он придумал, не играет в русском. Чего только мы не выковыривали из памяти. Я вспомнила однажды, как моя бабушка, собственно, которая была человеком, вот, примерно таким же, но не сделавшая себя до королевы косметики, но, в общем, вполне себе говорившая по-русски прилично, но иногда у нее проскальзывали выражения, типа, она довела меня до белого коня вместо белого коленя. У нас это есть в пьесе, и у нас много вот таких вот ходов в пьесе есть. Мы получили просто большое удовольствие, когда мы это придумывали. А дальше, дальше дело режиссеры и актрисы, они могут это как бы еще подчеркнуть, да, фонетически, а могут этого не делать. Они могут этим воспользоваться, как вот просто текстовой подсказкой, да, а могут на это наложить сверху фонетику. Это уже зависит от решения театра. А то, что вот появились еще два персонажа, это, в принципе, я понимаю, что, ну, были дописаны какие-то диалоги придуманы. Это вы имеете в виду в Екатеринбурге? Да, в Екатеринбурге. Да, там, ну, просто ход. Там был придуман ход, потому что там одна сцена в этой пьесе происходит в самолете, и режиссер придумал, что вот есть стюард и стюардесса, и мы вот летим на рейсе Урал-драмы, и так далее, и так далее. Вот. Они, ну, совсем минимально взаимодействуют. Вот они, в общем-то, помогают перестановки какие-то делать, да? То есть у них больше, ну, как слуги про асцениума, в сущности. Ну, то есть не было того, что какие-то реплики были отданы просто другим персонажам и что-то впереди? Нет, 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 нет. Понимаете, пьеса настолько точно выстроена автором, и мы ее, честно сказать, вот столько раз прочитали вслух, чтобы она еще легла вот на язык, да, на возможность быть удобопроизносимой. Вообще мы всегда так работаем с драматургией, мы все читаем даже не по одному разу. И я думаю, что актерам, в общем, не хочется там ничего менять. Вот насколько бывает, что, ну, получаешь особенно переводную пьесу, и хочется что-то с ней сделать, там, довести ее до ума как-то. И актер это делает, и режиссер сначала это делает. А мы, честно сказать, принесли конфетку, вот как мне кажется. Можно сократить. Сократить что-то можно, потому что, ну, есть понятие сценического времени, которое, ну, бывает разным, да, по ощущениям. Кто-то хочет сделать один акт, скажем, да, из двух. Вот все время звучит «мы сделали», «мы сделали», вот как раз вопрос, вот действительно, сотворчества. Каким образом происходит вот такое соавторство с Татьяной Трульчинской, и почему вот возникла необходимость вместе заниматься переводами? Ну, сначала возникла необходимость. Действительно, это было очень давно. Это на дворе стоял, я, конечно, дико извиняюсь, какой-нибудь 90-й год. Мы были к этому моменту хорошо знакомы, потому что мы лет семь, наверное, вместе или шесть занимались в семинаре по художественному переводу у нашего учителя, замечательного переводчика Игоря Багрова. Но, то есть мы были из одного курятника. У нас были какие-то общие уже внутренние договоренности, подходы к переводу, которые нам не надо было уже обсуждать. И с тех пор мы там с какими-то перерывами, были перерывы, просто потому что Таня уехала сначала в Америку, и долго там жила. И дело в том, что не сразу же у нас возникли все нынешние средства связи. Но в 90-м году мне выпал лотерейный билет. Мне журнал «Современная драматургия» предложил перевести пьесу Стоппорда. Это отдельная история, почему вдруг это случилось, но пьеса, которая называлась «The Real Thing», вышла в нашем стане переводе. Почему в нашем стане? Я ее просто позвала, потому что мне дали две недели на перевод, и было понятно, что с такой огромной, сложнейшей пьесой за две недели я не справлюсь. Я Таню позвала, ну, если угодно, от безвыходности. А потом я поняла, что это кайф. Вот у нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы обязательно продолжим разговор. Ольга Варшавер, переводчик англоязычной прозы и даматургии в нашей студии. Корректор А. Продолжение следует... Один переводит первый акт, другой второй акт. А, как мы вдвоём работаем? Или как, не знаю, Ильфы Петров, у которых было там право вето, и если одна и та же мысль приходила в голову обоим, значит, это слишком банально. Вот эти вот все какие-то... Ну, мы всё-таки переводчики, мысль сначала приходила в голову автору. Значит, автора мы не переписываем, но автора мы адаптируем. То есть мы в последние годы стали писать всё время, что перевод и адаптация таких. То потому что мы действительно вмешиваемся в текст, иногда изрядно, просто потому что мы знаем театр. Мы знаем российский театр, мы знаем русскоязычный театр, как бы на русскоязычном пространстве. Мы понимаем, какой текст надо показать режиссёру, чтобы он сказал, да, я хочу это делать. Потому что зачастую переводные пьесы, аккуратно переведённые, выглядят так, что режиссёр говорит, ну, язык суконный, а главное, что это всё не наше, это нам всё чуждо и так далее. Ну, значит, мы сначала должны выбрать пьесу, которая была бы не чуждой, да? А во-вторых, сделать из неё факт русского языка. Это прежде всего факт русского языка. Иногда это требует, конечно, адаптации некоторой, изрядного вмешательства. Мы это любим, мы с удовольствием этим занимаемся. И я уверена, что мы бережно относимся к авторам. Никакого такого разлюли переписывания там нет. Это всё-таки перевод. То есть баланс соблюдён абсолютно зубдаю. Вот. И я бы сказала, что нас ценят в этом смысле наши авторы. Более того, сейчас я стала агентом почти всех наших авторов, театральным агентом. Ну, у нас очень сложно с этими организациями, которые нам достались наследство с советских времён. То есть РАО, да, Российское авторское общество, и его, ну, как бы дочерняя, может быть, организация, это театральный агент, который занимается именно театральными правами. Очень с ними сложно работать. А почему? Что в чём причина? Ой, слушайте, вы знаете, это требует отдельного колоссального разговора. И, как мне кажется, у вас тут в Латвии ситуация не проще, насколько я слышала. Вот, поэтому я просто, понимаете, как я человек дела. Мне кажется, что если, например, какие-то деньги не доходят до моих авторов, а я знаю, что театр исправно платит, я же на прямой связи с театрами, то мне хочется как-то восстановить справедливость, и хочется, чтобы авторы деньги получали. И получали вовремя. Поэтому я сейчас просто стала индивидуальным предпринимателем. Я не люблю бумажки, я не фанат юридических всяких закорючек и договоров, но и этому пришлось научиться. Я бы так сказала. Вот. Про права мадам Рубинштейн. Я просто за последние дни только ленивой не спросила, есть ли у театра Пушкина эксклюзив. Вот я сейчас объявляю и, надеюсь, все, так сказать, меня услышат, кому это важно. У театра Пушкина эксклюзив на Москву и только на Москву на три года. Всё с премьеры. Всё остальное свободно. Ну, налетайте, как говорится. Понятно. То есть, а вообще, вот сама действительно практика того, что столичные театры, наверное, действительно заинтересованы в том, чтобы в одном городе не шла эта пьеса. Вы знаете, мне кажется, что это всё надумано. Три Гамлета никому не мешают. Между прочим, у меня в моей собственной, так сказать, практике на одном квадратном километре в Рамте, да, в Российском молодёжном театре и в МХТ имени Чехова. Это один квадратный километр, даже меньше. Там в обоих театрах идёт спектакль по моей, ну, по книге Кедди Камилла в моём переводе «Удивительное путешествие кролика Эдварда». В МХТ с 13-го года, в Рамте с 16-го года. Все живы, у всех полные залы, никто ни с кем не конкурирует. И в этом смысле, мне кажется, к этому, вообще говоря, надо относиться спокойно. Но другое дело, вот бенефисная история, да, сейчас у Алентовой. Я это могу понять, поэтому я не стала спорить, три года так три года, всё понятно. Но если, например, в Петербурге какая-то актриса захочет эту пьесу на бенефис, я не думаю, что они будут как-то конкурировать. Мне кажется, что это спокойно, всё может происходить. То же самое было разумно совершенно. МХТ имени Чехова подошёл, когда для бенефиса Олега Павловича Табакова они взяли нашу с Таней пьесу, ну, в смысле, опять же в нашем переводе, пьесу Николы Маколев «Юбилей ювелира», и они попросили тоже эксклюзив на Москву. То есть, ну, это, я думаю, что это разумный подход. Вот. Сейчас уже юбилей ювелира начинает потихоньку идти в провинции. В Москве ещё пока нет. В Москве ещё пока наша рана ухода Олега Павловича, она настолько горькая, живая и острая, что пока, наверное, в Москве такого спектакля не будет. А вот в Казани, я недавно была на премьере, очень хороший спектакль. Так что вообще пусть будет как можно больше сценических версий, хороших и разных. Это я говорю не только как переводчик, а как зритель. Я люблю показать, там, в своё время я своим детям с удовольствием показывала разные версии, так сказать, разные постановки, да, по одному и тому же тексту. Потому что театр – это живое. То есть, чтобы влюбить человека в театр, ему надо посмотреть три разных вишнёвых сада. И ему будет понятно, что это абсолютно… Ну вот есть интересное, действительно, вот отличие, когда мы говорим о классике, вот «Три гамлета», «Три вишнёвых сада», вроде бы, кажется, не смущает. А вот когда мы говорим о современной драматургии, то вроде бы авторы всегда пытаются создать какую-то интригу, вот не любят раскрывать сюжет, пьесы. Ну, то есть, вот здесь как будто бы нас пытаются заинтриговать, вот что будет происходить на сцене. Не знаю, у меня нет такого ощущения. Есть прекрасный ресурс. Сергей Ефимов сделал театральную библиотеку. Это всё онлайн. Туда, по-моему, авторы с удовольствием складывают свою пьесу. У меня большая часть наших переводов там лежит. И, по-моему, обе мои собственные пьесы, которые я написала, по-моему, я тоже туда отдала. Более того, одна из пьес, там у них как бы в этой библиотеке театральной есть сезонный конкурс. Вот я попала там в короткий список в конкурсе «Осень 2021 года». Ну, то есть, в общем, никто ничего не скрывает. Мне кажется, что пьеса, если её ставят на театре, то это не иголка, её же не спрячешь. Ну, я сразу вспоминаю мышеловку Агаты Кристи, где в финале актёры выходят и говорят, вот это наш с вами секрет, пожалуйста, не выдавайте, кто убийца. Давайте вот держать это в интриге. Кстати, мышеловку перевозил мой давний-давний друг Виктор Абрамович Ашкин Ази. И я очень надеюсь, что это его до сих пор кормят. Потому что я вот очень давно не был в Лондоне, но я очень хорошо помню, что вот ещё в конце 90-х я проходил, и я видел вот как раз афишу, и я понимал, что вот в этом театре она идёт 50 с лишним лет. Ну, у нас в театре Пушкина она идёт тоже, по-моему, два десятилетия точно. В том же самом театре Пушкина. Идёт, идёт. Вот. А, кстати, к разговору о Вишневом саде. Мы вот в прошлом году, ну, в 21-м, который ещё я не ощущаю как в прошлом, но тем не менее, мы с Таней перевели довольно много пьес. И в частности, мы перевели пьесу, которая называется Cherry Orchard Massacre. Ну, то есть, у нас есть варианты. Кстати, насчёт вариантов, вот в чём мы точно с Таней делаем, это мы пишем два, три, а то и четыре варианта названия для театров. Почему? Потому что театры склонны придумать обязательно что-нибудь своё. Такое тоже бывает. Да, бывает. Поэтому мы, столкнувшись с неудачными какими-то ходами, театров, режиссёров, пиарщиков, я не знаю, кто это придумывает, иногда бывает, мы стали это предварять. И мы пишем названия, и пишем, вот, например, у нас у пьесы «Мадам Робинштейн» тоже есть варианты названия. В Минске одним из них воспользовались. «Империя красоты» спектакль у них назывался. А ещё у нас одно название, которое очень смешное и очень соответствует, называется «Рецепт викингов». Потому что она врала. Она же много очень врала. Вот, в частности, она врала, что вот тот Крем, который, так сказать, самый её прославивший, это ей передали. А откуда? От викингов. От викингов. В смысле? А театрам им хочется какое-то более такое заковыристое название, более такое, которое должно покорить публику, какое-то громкое? Ну, конечно. И я иногда, так сказать, очень даже за. Вот, например, та пьеса, которую вот тогда, давно-давно-давно, в 90-м году мы с Таней перевели «Стоппорт», да? Мы её назвали «Отражение» или «Истинное». «The Real Thing» – очень словосочетание, трудное в переводе. Очень была хорошая версия в Новосибирске, в театре «Старый дом». Там режиссёр Сергей Коргин назвал спектакль «Карточный домик». Это абсолютно соответствует пьесе. В театре «Ленсовета» 12 сезонов шёл спектакль. Ну, название было кичеватое, называлось это всё «Ты и только ты». Ну, окей, мы смирились, там Мегецко играл, там Лупиан играла, и всё замечательно. 12 сезонов. Но вот после чего мы стали придумывать варианты, это когда в Одессе выпущен был спектакль по этой пьесе, и он назывался «Сквош в четыре руки». Вот здесь уже всё. Я на этом сломалась, потому что... Ну, это на их совести, скажем так. Для чего, не знаю. Вот правда. Говоря вот про современную драматургию, чего не хватает? Я знаю, что вы в жюри вот сейчас судите. А, маленькую ремарку, да. Ну, сейчас мы в процессе, поэтому я ничего не могу говорить про пьесы нынешнего сезона. Но я могу сказать про пьесы прошлых сезонов. Да, маленькая ремарка – это детская номинация, большой ремарки, скажем так. Внутри этой номинации вот у нас там есть 12+, то есть подростковые пьесы, 12-, то есть детские пьесы. И вот сейчас у нас есть «Сказка», например, номинация. Я читала раньше это всё как читатель, ну, потому что я занимаюсь детской литературой, и я очень всегда интересуюсь тем, что на этом поле есть. И я всё время же занимаюсь связкой, да. Вот у меня ощущение, что вот тут детская литература, где-то сама плещется, да, вот здесь бурный океан театра и театральной жизни, а я всё время рую канал, чтобы они уже наконец встретились. Я считаю, что это продуктивно, потому что когда я вот в прежние сезоны, про сейчас ничего не говорю, в прежние сезоны читала всякие детские и подростковые пьесы, меня, конечно, очень многое огорчало. То есть бриллианты были, они всегда встречаются. И, наверное, и должен быть один бриллиант на сезон, и слава богу, если так. Но в массе люди пишут, они не начитаны, во-первых. То есть у них вот нет ощущения, когда читаешь их текст, что они как-то прочитали и переварили мировую литературу и драматургию. Может, они самородки. Ура, хорошо. Тогда вы, наверное, знаете театр. Вы, наверное, знаете театр изнутри. Вы, наверное, там как бы с детства за кулисами выросли. Нет, читаешь, тоже люди не понимают, что такое театр, и каковы законы театра. И, ну... А какие самые простые законы вот нарушаются? Знаете, это прям тоже очень большой, мне кажется, отдельный разговор. Я с удовольствием там какие-то беседы с молодыми драматургами веду. Но, возвращаясь к моему любимому лейтмотиву, я им говорю обычно так. Существует огромная детская литература. Она уже взрощена, она отобрана. Если это переводная, то чаще всего у себя на родине эти книги получили какие-то премии. Потом их отобрали наши ридеры или издатели, переводчики. То есть фильтров было очень много. И вот вышли эти книжки по-русски. И переводчики их не последние перевели, да? Посмотрите на эти книги. Если вы драматурги, ну, примените своё умение, своё мастерство к тексту, который уже, так сказать, для вас придумал. И сюжет, и характеры хорошие, интересные, не высосанные из пальца. И напишите по этим книгам пьесы. И театр вам скажет спасибо. Ну, вот интересный действительно такой поворот получается, что адаптация литературных произведений это, в принципе, спасение, может быть, современной драматургии или, ну, какой-то помощь театра. Ну, современного театра. Я не знаю насчёт драматургии. Драматургии меня выслушивают достаточно с прищёром. И говорят, а что там будет с правами? Говорят они. Ну, типа, кто будет деньги получать? Ну, да. Будут и авторы тоже получать деньги. То есть вы как драматурги, авторы как авторы, а ещё и переводчик, который перевёл вам эту книгу. Да, там будет сложный букет правовой. Но театр скажет спасибо. Я в последние годы довольно, ну, немного, это не десятки, но я сделала несколько инсценировок. Что-то мы с Таней тоже вместе сделали, что-то я сама сделала по книгам детским и подростковым, которые я перевела. То есть, скажем так, «Кролик», который и так идёт, как кролика-ферма по всей России, да, и, кстати, идёт в Вильнюсе. Вообще в Вильнюсе у меня сейчас третья премьера будет. Вот через месяц будет третья. Там «Кролик» идёт тоже уже несколько лет, и сейчас пойдёт «Алмонд», «Мой папа-птиц» в марте премьера. Но я хочу сказать, что по «Кролику» у меня ни разу не было порыва делать инсценировку, потому что я вижу, что режиссёры уже подхватили. Они друг на друга смотрят. Они ведь что делают? «А, там идёт хорошо, дай-ка я тоже сделаю». Вот это у нас вводится, это у нас повсеместно. А я беру вот те книги, которые ещё не очень распробовал театр, или совсем не распробовал, и делаю инсценировку. И потихонечку капли камень точат. Это работает. Здорово. А ещё ведь я знаю, что и оригинальные пьесы у вас вместе с Тульчинской, Татьяной, появляются. Оригинальные две мои. Нет, это я сама делала. Таня дозревает. Она, наверное, напишет тоже сама пьесу, во всяком случае грозится. Какие-то переводы у нас есть отдельные. То есть что-то я перевожу, что-то она делает. У неё, например, есть блестящий перевод пьесы, которая называется «Король...» Карл Третий. Это так ведь будет называться «Принц Чарльз», когда он зайдёт на престол. Очень хорошая пьеса. Такая шекспировская. Шекспировский слог, шекспировские страсти, всё на месте. Вот. А что касается моих пьес, я написала две. Одну написала вместе с моим мужем в соавторстве. И у нас даже была здесь читка в Риге, в Еврейском музее. Пару, тройку уже лет назад. Пару лет назад. Вот с этой пандемией как-то год выпадает. Вот. Эта пьеса называется «Плюс-минус сто лет». И это такая полудокументальная пьеса, основанная на событиях, которые происходили в семье моего мужа с его родственниками, в частности, с его прадедом. Это интересная история, она меня как-то до сих пор не отпускает. И, в общем, мы в итоге сделали такой текст. А вторую пьесу я написала два года назад, в 20-м году. Она называется «Папка Кутузова». И я не очень рассчитываю, что она пойдет в Россию, но, как мне кажется, она могла бы пойти в каких-то русских, а может быть, не русских. Это же моя пьеса. Пожалуйста, переведите на латышский, на литовский, на финский, на немецкий. Я буду рада. Я сама перевела на английский. То есть английский текст есть, он отредактирован, он выверен. Все там окей. Там речь идет о том, что... О Рауле Валенберге. Но, в принципе, это... Нет, не совсем о Валенберге. Валенберг там такой покасательный. Вообще-то, это пьеса, политическая мелодрама. То есть там есть такая составляющая о том, как выглядела страна в 90-е годы. Россия. Какие были чаяния вот в этой голодной, разоренной абсолютно стране. Но как людям было здорово. Не только потому, что они были молоды, а потому, что они верили, и у них было ощущение перспективы. И второй акт, во что это вылилось? Потому что во втором акте у нас сцена суда. То есть сюжет заключается в том, что западного издателя, который приехал в Россию издавать документы, ну, прежде всего, связанные со сталинской эпохой, с эпохой чисток террора и так далее, во что этот проект, так сказать, упирается уже в нынешнее время, и почему ему приходится сначала уехать, а его потом не пускают, и его арестовывают, и в конце его переводчица его отпускают все-таки, да, а его переводчица оказывается на зоне. Это довольно на сегодняшний день вполне реалистичный сюжет, я бы сказала. Ну, вы сами понимаете, я его вот коротко, я не держу это в рукаве, я не делаю из этого никакой тайны, я пересказала сюжет, если кому-то это интересно, я буду рада сотрудничеству. Да, я думаю, что, может быть, кто-то действительно заинтересуется театрой, тем более, что это может быть поставлено... На любом языке, на любом, можно перевести, конечно. Вот, я с Вишневого сада-то соскочили мы, да, я сказала, что мы с Таней перевели много пьес, в частности, мы перевели в прошлом году пьесу такой канадской, канадской, да, кажется, канадской, драматурга Элис Остин, или Алиса Остин, вот, бойня в Вишневом саду, да, червейочедмасыка, и вот там у нас много разных названий. Мы придумали там и Вишневый ад, в частности, да, и, ну, неважно, не буду открывать, но американская труппа играет Вишневый сад, и приходит группа русских в зал, и берут из зала актеров в заложники. Вот такой сюжет. Да, они страшники. Почти шекспировская гора трупов в конце. А вот, что они хотели, каковы были их требования, это отдельный разговор. Говоря о Шекспире, я вот видел в списке, которые вы, пьес, переведенных, шекспировская буря для детей 10+. Танечка сделала, Таня сделала и бурю, и зимнюю сказку. И эти две работы, я считаю, абсолютно блестящие, потому что от них не веет нафталином, это как бы хороший, свежий слог. Они действительно доступны для детей, там, начиная с 10, 12, может быть, лет. Но это не тюзятина, так, это не Шекспир для шестилетних детей. Был, кстати, однажды у нас такой запрос, и мы сказали, не-не-не-не-не-не, Шекспир, не надо трогать. Вот. Я считаю, что это очень хорошее тексты, мне прям очень нравятся. Уже есть постановки бури, а зимнюю сказку в Танином исполнении, пожалуйста, обращайтесь, пришлю, в любой момент, ставьте только. Сколько вообще занимает времени перевод пьесы, ее адаптация, вот мы говорили о том, что со Стопардом был заказ на две недели, многим, может быть, ведь покажется, господи, да, как переводчики с прищепкой на носу садились и прямо переводили фильм по ходу дела. То есть, что тут? Ну, плохо же переводили по ходу дела. Ну, то есть, нам тогда лишь бы в форточку заглянуть было в эту западную жизнь и честь и хвала тем переводчикам, там, начиная с Володарского, или моего друга Юра Товбина, которые, да, действительно так и работали. Вот, но без прищепки Юра работала, правда. Вот, но это совсем другая история, да, перевести фильм, сделать закадровый перевод или перевести пьесу так, чтобы она легла на язык, на речь, на, так сказать, стала фактом русской литературы. я не устаю повторять, что вот все-таки у нас такой лозунг. Такая планка. Да, да, обязательно. Вот, ну, давайте, у вас, по-моему, там еще были какие-то интересные вопросы. Да вот, к сожалению, я смотрю, что времени у нас, вот, час пролетел, пролетел вообще как незаметно, но с другой стороны, вот оставшиеся вот эти темы, я думаю, что это прекрасный повод встретиться снова уже. Ну, я вот вернусь весной, там, весной, летом, я думаю, что это вполне реально. И вообще, я все мечтаю, что что-то все-таки из наших текстов пойдет в Риге. Все-таки очень хотелось бы. Один из текстов послужил, так сказать, толчком, чтобы это в Риге пошло, потому что Герц, Этис прочитал наш, например, юбилей ювелира, а потом поставил в Национальном театре на латышском языке. Это было прекрасно. Сейчас он же прочитал по-русски наш перевод пьесы Майкла Ордити, такой британский автор, который называется «Магда». Это про Магду Геббельс. Это очень непростой материал, сложный текст. Сложный, ну, вызов для нас, для всех, так сказать, людей, у которых, так сказать, Вторая мировая война ещё вот, она прям сильно в анамнезе, да, и не к тому, что мы тогда жили и были, а к тому, что мы с этим росли. И нам эти персонажи людьми, в общем, априори не кажутся. А там вдруг они стали живыми. Там есть Ева Браун, там есть Магда Геббельс, там есть Йозеф Геббельс и так далее. Это очень интересный материал. В России идёт, в Петербурге, в театре, который называется «Плохой театр». Отличная постановка. Сейчас, не знаю, выдаю я тайну или нет, но это в планах театр «Шалом» в Москве. Во всяком случае, где-то осенью, зимой, наверное, через год, может быть, будет. А Герц собирается сейчас в Риге выпустить, по-моему, в апреле или в мае на латышском языке. Здорово. Ну что же, действительно, вот прекрасный повод ещё поговорить. Ольга Варшавер, переводчик англоязычной прозы и драматургии, была в нашей студии. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо, что позвали. До новых встреч. Спасибо. Радио Болтком